привет друзья это зимой альберт мы сегодня с вами поговорим о таком феномене который называется изучение маркета недвижимости или исключение рынка недвижимости в сша мне вчера опять позвонили люди которые ну свежие мигранты они говорят о альберт когда мы изучим достаточно изучим рынок тогда мы наверное займемся бизнесом нам наверное нужен будет твой курс купить короче мы мы тогда в теме а сейчас сейчас еще время не пришло мы пока что изучаем рынок и такие изучатели рынка они ну каждый каждый месяц у меня с ними разговоры бывают давайте я вам немножко расскажу правду об изучательстве рынка есть примерно пять или больше способов которыми люди изучают рынок и они думают что они на самом деле изучают что они получают какую-то ценную информацию и самый первый способ это люди лазят по интернету и когда они лазят по интернету то они натыкаются на сайт зилу на сайт редфин на сайт труля на сайт realtor.com и другие веб-сайты которые публикуют ту же самую информацию которая есть в млс и где как агенты могут выставить дома на продажу так и частные лица могут выставить недвижимость for sale by owner и естественно эти сайты дают изобилие информации там есть asking price там есть картинки домов там есть тренды как цена какая была вчера какая будет завтра да сколько времени этот дом стоит на продаже эти сайты обычно не говорят они знаете так умалчивают об этой информации или допустим мотивированный данный владелец или нет эти сайты тоже не сообщают или допустим в каком состоянии внутри этот дом ну можно судить только по косвенным признакам такие как фотографии и весьма часто бывают ситуации когда на фотографиях дом выглядит неплохо но внутри это совершенно ужас или допустим еще какие-то условия да и к чему я здесь говорю что когда вы видите дом через сайт то чаще всего это вообще не то что вам нужно более того через веб-сайты вы видите только те дом дома которые кто-то поставил на листинг и это ровно то что нам не нужно для бизнеса еще раз мы real estate инвестора наша работа находить сделки с мотивированными владельцами с дисконтной ценой с потенциальной прибылью да если вы видите что дом поставил кто-то в интернет на зил на зила сайт на другой сайт какой-нибудь и поставил там for sale либо for sale by owner либо еще что-то это уже означает что кто-то думает о продаже этой недвижимости возможно уже продает не первую неделю не первый месяц может быть даже не первый год и нам этот человек не нужен нам нужны другие сделки те которые называться офф-маркет и офф-маркет сделки это та основная ария с которой работают real estate инвесторы за работа real estate инвесторов общаться с тем владельцем который не надеется продать дом через real estate агента почему потому что есть ряд каких-то причин которые его сдерживают поэтому если вы новичок и вы пытаетесь изучать рынок путем пресерчивания через через интернет то вы видите только некую вершинку айсберга рынка а нам нужно с вами работать с тем с той частью айсберга который находится под водой которая называется of market deals ok идем дальше второй способ которым люди любят изучать рынок недвижимости это езда это езда 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 и давайте поразмышляем вы в америке выселена машину как вы будете ездить смотреть маркет да вероятно вы поедете в какой-то другой район или другой города вероятно вы туда поедете по хайвею много ли вы видите недвижимости когда вы едете по хайвею но слева и справа до хайвея обычно так построены что между хайвеем и residential area есть некая буферная зона это довольно большой кусок земли во флориде это чаще всего озеро это может быть какой-то канал это может быть сосновый лес это может быть джунгли то есть хайвей это шумная как бы артерия по которой едет едут траки они создают много шума создаются автомобилями много выхлопных газов и поэтому residential area обычно находятся подальше от хайвея поэтому вы ничего практически с хайвея не видите окей допустим вы съехали на дорогу ну которую называют стрит да и стрит это в городах обычно дорога справа и слева от которой находятся паркинглоты больших торговых центров находятся паркинглоты там юхал сторожей находятся паркинглоты каких-то разных коммерческих не знаю там home depo walmart еще что-то и вы опять же когда вы едете по этой улице вы по большому счету не видите дома если вы видите какие-то дома то это обычно старенькие дома которые построены в те времена когда примыкая к дороге все еще ставили дома обычно обычные жилые дома обычных людей да в современной америке самые приличные дома находится где правильно в сабдивиженах и сабдивижен это некий кусок земли некий кусок территории которые построен застроен одним билдером одной компании и билдер обычно планируют сабдивижен таким образом чтобы во первых сабдивижен был отделен от стрит да опять же какой-то буферной зоны либо газон либо кусты либо деревья что-то что заслоняет от глаз и от шума как бы residential area потому что у тебя никто не купит дом за полмиллиона или за 800 тысяч в том случае если мимо твоего крыльца постоянно траки ездят создают шум создают а потенциально опасность для твоих детей которые гуляют на улице какие-то странные там криминальные личности да могут просто взять и зайти прямо к тебе на крыльцо украсть твою посылку самоза поэтому люди большинство большинство людей в америке они живут в каких-то сабдивиженах и когда вы проезжаете то вы с улицы вы можете увидеть допустим въезд сабдивижен в хорошем сабдивижене съезд въезд оформлен ну там могут быть ворота там может быть какой-то пуст охраны там может быть декорейшн какой-то с названием сабдивижена и есть сабдивижены гейтед и не гейтед не гейтед сабдивижены это такой более старинный вариант когда вы можете свободно заехать сделать кружочек по сабдивиженам посмотреть дома по охать сказать уго классно классно уютно и выехать оттуда то есть по большому счету какую новую информацию вы получили практически никакой то же самое что на зилу вы посмотрели дома вы посмотрели да прикольно люди живут но вы не получили никакой информации которая действительно ценно для вашего бизнеса узнать среднюю цену за квадратный фут в этом районе вы можете через интернет не такая уж важная миссия да но вы же не будете в сабдивижене останавливаться возле каждого крыльца и заказ задавать каждому человеку живому которого вы увидите вы же не будете задавать вопрос эй эй мистер вы 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 дом не хотите продать видеть это ну как бы довольно странно если совершенно рандомный человек останавливается и начинает спрашивать не хотите ли вы продать дом он скажет нет почему спрашивает это как бы немножко не то что мы называем изучение рынка и допустим второй вид сабдивиженов в которых находятся хорошие дома скажем там по миллиону по два по три и вы видите на воротах стоит человек который когда вы заезжаете он спрашивает к кому вы едете скажите пожалуйста номер дома фамилию человека к которому вы едете он может внести просто ваши данные там в систему либо второй вариант вас просто не впустят потому что это гейтед комьюнити и access to this community only for the residents that's it только для жителей данного комьюнити возможен въезд а также деливери драйверов которые там что-то доставляют или для почтовых сотрудников поэтому вы видите хорошие дома по-настоящему красивые хорошие дома и районы как правило не так расположены что вы можете свободно там мимо них шастать и знаете изучать рынок да есть один трик вы можете попросить real estate агента знакомого повести вас в гейтед комьюнити потому что real estate агент он может договориться на шоуинг на какой-то дом в этом комьюнити да ну и заодно показать вам район то есть это один из таких триков дальше давайте перейдем к real estate агентом да с real estate агентом и хуже всего почему потому что если вы допустим новый мигрант и вы думаете так кто бы знал о real estate маркете в данном городе больше всего конечно же real estate агенты их довольные мордочки в галстуках или там в платьица с вот такими вот губами ресницами они они смотрят с каждого веб-сайта каждой real estate компании и они всегда готовы вам помочь и вы думаете вот 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 кто мне покажет по-настоящему америку и вы звоните real estate агенту и правильный real estate агент должен быстро в течение одной минуты иметь возможность поставить вас на определенную полочку в своей голове и там в принципе есть две полочки одна полочка потенциальный клиент вторая полочка вообще не клиент просто тратит мое время окей не надо лирики вы либо клиент либо вы их тратите время нету никаких других вариантов и если вы звоните и говорите ой меня интересует недвижимость мы подумываем купить бла-бла-бла потратите с нами время покатайте нас по району ну в смысле поездите с нами там порассказывайте то нормальный real estate агент он дальше задаст вам несколько квалифицирующих вас вопросов и если в результате этого опроса до этого как бы критерия в этих вы окажетесь не клиент то real estate агент постарается вежливо от вас избавиться и я с ним совершенно согласен потому что зачем вы будете тратить сколько-то там часов или даже дней его времени когда вы ничего не купите он не заработать никакой комиссии извините это как бы бизнес он не в благотворительной организации которая делает бесплатные экскурсии для иммигрантам по новой стране да у него кроме вас есть другие дела если же вы скажете окей у меня есть деньги я хочу купить дом да нормальный real estate агент попросит вас прислать proof of funds или proof of loan approval то есть письмо из банка которая сообщает что данный там вася пупкин опробован налон на там допустим 700 тысяч долларов и в таком случае вы для real estate агента являетесь уже рабочим материалом он уже может с вами потратить какое-то время но если вы допустим пойдете таким образом и скажете вы знаете я real estate инвестор я хотел бы находить сделки желательно процентов на 20-30 ниже марки цены желательно те которые мне продавец профинансируют или продавец подпишет carry back note или продавец согласится на subject to финансирование в общем что то такое где мне вообще вообще не надо вкладывать деньги либо вкладывать но немножко там несколько тысяч долларов real estate агент будет очень сильно озадачен потому что теперь он не знает на какую полочку вас поставить вы вроде как клиент то есть вы можете что-то купить но с другой стороны у вас нету денег и если даже он знает кого-то кто на таких условиях согласен продать недвижимость секундочку так почему бы он сам ее не купил да этот real estate агент тоже хочет делать деньги если он видит что где-то есть потенциал сделать 100 тысяч долларов на недвижимость и почему бы ему самому не встретиться с этим владельцем дома подписать все документы и почему бы ему самому на себя или своей жене или своему ребенку или своему двоюродному брату не купить дом на какой черт ему вы у вас нету полной суммы кэшем и вы вероятнее всего будете снова опять же тратить его время поэтому если вы говорите что вы real estate инвестор не всегда не всегда это есть хорошее начало разговора с real estate агентом потому что многие агенты просто как бы постараются от вас избавиться есть особенный вид real estate агентов знаете такой стоит отдельно это real estate агенты иммигранты которые практически ничего не умеют но они говорят ну по-русски и по-английски да и они очень любят русскоязычных покупателей окучивать потому что нему можно продать что-то такое что ну скажем них никто не покупает уже давно или что-то такое что выглядит неплохо но на самом деле будет стоить вам очень дорого в виде ежемесячных платежей например дом который находится в house owner association или кондо или апартмент в house owner association который будет вам стоить колоссальных денег ежемесячно каждый год вы должны будете платить дополнительные фи за мейтенанс недвижимости плюс там какой-нибудь solar company lean плюс там water purifier плюс там еще какая-нибудь дрянь присоединена к этой недвижимости и вы будете в шоке что оказывается люди столько денег платят за какой-то кондо в майами когда они могут иметь огромный дом в алабаме джорджии или еще где-то за гораздо меньшее деньги и в два раза меньше ежемесячные платежи ежемесячно вот этот автология да окей номер четыре номер четыре это такие ребята которые на тыс интернетом они любят вывешивать объявления например они идут на крейс-лист и вывешивают там объявление куплю дом as is condition бла-бла-бла то что нужно ремонтировать ну я понимаю они как бы ищут флип сделку чтобы взять потом приложить свое время приложить какие-то строительные материалы в общем приложить те ресурсы которые они уже умеют да там все перекрасить переделать и продать с прибылью окей я понимаю я был ровно такой же в первую неделю в сша и когда вы вывешиваете объявления допустим в фейсбуке допустим на крейс-листе допустим еще где-то то вы должны понимать что первыми же людьми которые возможно вам позвонят поэтому объявлению это будут скамеры это не будут настоящие владельцы недвижимости это будут скорее всего какие-то скам персонажи и скам персонажа их легко распознать потому что вы не знаете их настоящее имя вы не знаете их телефона и вы знаете только их как бы онлайн никнейм и когда вы предлагаете встречаться в живую или еще что то они как бы избегают этой встречи потому что они не хотят оказаться в неприятностях поэтому вывешивание объявлений это повод для того чтобы получить на свою голову просто город телефоны звонков горой мусора не лучшая идея и пятый способ ресерчивания рынка опять же неправильного ресерчивания рынка это прочесывание фейсбук групп и абсолютно в каждом штате в америке в каждом городе есть группы которые называются реал-эстейт инвестиции вы там лас-фегас или там в нью-йорк или вы сакраменто калифорния или реал-эстейт инвестиции город там икс и там на первый взгляд как бы комьюнити которая действительно вот интересно да потому что люди когда задают какой-то вопрос они нормально отвечают они ну знаете там не ругаются друг другом то есть если там какая-то полемика то она более-менее вежливая то есть это такой англоязычный фейсбук и когда вы читаете в таких группах информацию вы думаете вот 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 это кладезь вот это кладезь однако вы должны понимать что в эту группу кроме вас подписано несколько сотен или тысяч людей которые активно ищут сделки активные инвесторы которые ищут сделки и если там появляется какой-то дом который случайно кто-то выложил допустим какой-то холлсейлер подписал сделку и выложил в такой группе то вы открываете это объявление а там уже 16 человек написали что хотят этот дом и вы думаете полин это я 17 буду ну какие шансы что я смогу дать лучшую цену чем те 16 передо мной то есть понимаете в этих группах собрались ровно все те люди которых встречи встречи с которыми вы стараетесь избежать потому что не ваши конкуренты они в вашем городе они в вашем каунте они в вашем штате тоже ищут дома и тоже еще сделки то есть видите и вы пытаясь с ними проводить какое-то ну время или может быть попытаться дружить с ними дружить то вы по сути тоже тратите время совершенно бесполезно сделки вы оттуда не получите ну может быть заведете каких-то знакомых по интернету но какая каков результат от этого знакомства ну допустим вы попили с ними кофе окей а какой результат он вас может познакомить со своим real estate агентом ну не бог весть какое приобретение он вас может познакомить со своим mortgage broker ну как бы он вам тоже нафиг он вам нужен если вы не используете банковский вон для покупки дома он вас может познакомить допустим с каким-то контрактором но от этого уже хоть какая-то польза есть будете знать кому звонить если розетка не работает теперь давайте поговорим о том как действительно правильно ресерчить рынок правильный способ да отправить тысячу маркетинговых посланий и получить пару звонков а лучше 3000 маркетинговых посланий а лучше 5000 маркетинговых посланий это будет правильный ресерч рынка почему потому что если вы отправили это по правильным спискам я именно этому обучаю на занятиях как получать эти списки мотивированных владельцев то из них найдется пара тройка людей которые вам позвонит вы поедете встретитесь с ними и это будут настоящий офф-маркет сделки но обычно этих домов нету на зила об этих домах не знают real estate инвесторы об этих домах не знают real estate агенты и сам владелец будет готов подписать с вами довольно легкую сделку в которой вы допустим покупаете дом стоит 500 вы его покупаете за 360 из них 34 тысячи кэшем все остальное это существующий маркетинг который вы наследуете с этим домом вот видите вот это правильный ресерч рынка когда вы знаете кому отправлять маркетинг вы отправили этот маркетинг вы получили обратную связь телефонные звонки email и встречи и так далее второй способ как можно поресерчить рынок чтобы не тратить время когда я только приехал в сша первое там время мы жили в сенсенате агайо и я сделал следующую вещь я познакомился с американкой которая живет ну там 40 лет в сенсенате и я говорю можно вас пригласить на кофе я хочу там позадать вопросы потому что мы новые люди в сенсенате там все такое она говорит да без проблем и значит мы сели в старбаксе положили на стол лист бумаги я говорю смотрите моя идея это найти себе первый дом но найти его недорогой потому что у моей семьи нету там больших денег и мне нужно знать какие районы в сенсенате хорошие какие как бы средненькие и какие вообще плохие криминальные я положил на стол распечатанную на принтере просто карту города и мы сидели и на этой карте города рисовали что ага вот это вот там шерон вилл там хороший вот этот от тут возле даунтауна тут похуже вот этот вот ну неплохой там посрединке вот этот вот там дейта на гайо там не очень и так далее и так далее то есть мы мы я для себя каждую эрию там обвел как бы ручкой заштриховал там поставил какие-то свои пометки и и потом я повесил этот лист бумаги себе на стену когда я делал маркетинг я еще там нанес границы зон зип-кодов есть сайты в сша которые вам показывают границы зип-кодов и ваш город вероятно находится в трех четырех пяти зип-кодов да может быть в двадцати если это большой город и зип-код от зип-кода в ценах они отличаются границы между зип-кодами сильно влияют на также я нанес границы city limit потому что и в каждом городе есть city limit есть за пределами city limit недвижимость в этих ариях отличается также я нанес границы каунти потому что некоторые города находятся на стыке двух каунти некоторые даже на стыке на стыке трех каунти и разные каунти немножко по-разному как бы обслуживают документы также я нанес еще какую информацию которую я потом потом пособирал и вот именно об этом я рассказываю на своем курсе каким образом правильно ресерчить поэтому когда я слышу от людей которые еще не проходили мое обучение и они говорят альберт мы ресерчим рынок мы мы делаем исследование то я понимаю что они делают один из вот этих вот пяти практически бесполезных видов деятельности которые ну кроме того что дадут вам просто впечатление до того чтобы вы много драйвите по 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 городу знаете смотрите налево смотрите направо и если мы допустим мы с женой бы это делали то я как водитель я должен был бы смотреть на дорогу все что вы можете найти в результате driving for dollars это вы можете где-то увидеть сайн на газоне на котором написано for sale by owner и вы можете записать адрес дома допустим или даже постучать в дверь и там поговорить но скорее всего вы просто получите ту же информацию которая есть на зилу потому что он на зилу поставил for sale by owner свою недвижимость изучение рынка недвижимости это на самом деле фикция это фраза которые люди пользуются просто чтобы самих себя убедить дать себе ложное такое знаете ощущение что они что-то полезное делают на самом деле нет на самом деле чтобы что-то полезное делать нужно сначала в голову получить информацию что именно нужно делать с кем конкретно нужно контактировать и откуда брать информацию данные о недвижимости и это не сайт зилу всем пока увидимся в следующем видео я ребята если вы заметили на моем канале вы никогда не увидите рекламу которая вылезает самый неподходящий момент и видео и на моем канале вы никогда не увидите линков где я клянчу от вас какие-нибудь деньги какие-нибудь донаты или еще что-нибудь такое я просто этим не занимаюсь если вы считаете что информация о бизнесе о недвижимости инвестициях здесь для вас ценно поставьте пожалуйста просто лайк под видео это будет ваша оплата мне за какую-то работу которая я делаю для того чтобы создавать данное видео и не забудьте посмотреть еще пару видео на этом канале потому что следующее видео может оказаться о том как вы станете миллионером почему бы нет всем пока